С 1 марта зарплату учителям начислят по-новому. За эффективность и качество работы педагогов и воспитателей поощрят. Труд будут оценивать в баллах. Цена одного зависит от фонда заработной платы учреждения. Что такое эффективный контракт, знает Евгения Карелина. С учителем русской литературы 9-й школы Тамары Андроновой заключили эффективный контракт. Это значит, дополнительно к ее окладу и гарантированным выплатам будут доплачивать за качество и эффективность работы. Женщина входила в состав комиссии, которая утвердила перечень критериев, по которым будут начисляться баллы в их школе. Дополнительный труд педагогов оценивается максимум 100 баллов. Я как работник начинаю смотреть, где я могу заработать дополнительные баллы. Там есть прекрасные возможности. Да, участие в конкурсах всевозможных, городских соревнованиях. Это своеобразная такая премия какая-то особенная. Мы пока еще не поняли точно, что это такое. Ну, поймем в конце марта, когда получим зарплату. Но я так полагаю, что хуже быть не должно. То есть город нам определил вот это, мы разбили вот на это и определили вот эти баллы. 13 основных критериев в девятой школе разделили на подкритерии. Например, если на учителя в течение месяца нет жалоб, это оценивается в 0,3 балла. А вот призовое место в конкурсе исследовательских работ в 3 балла. Пока средняя цена одного – 31 рубль. Максимально за месяц педагог может дополнительно заработать чуть больше 3000 рублей. Вводятся новые профессиональные стандарты. Сама система в образовании постепенно претерпевает изменения. Вот это заставит педагогов, ну, по-другому, наверное, оценить свою собственную эффективность. Возможно, перераспределить временные затраты. Возможно, ориентиры в деятельности с детьми, с родителями. Изменения коснутся всех педагогов и воспитателей. Цена балла составит разную стоимость в зависимости от фонда заработной платы учреждения. Новую систему оплаты труда ведут с 1 марта. Она введена для реализации программы совершенствования оплаты труда, которая принята в Российской Федерации в соответствии с распоряжением правительства. И в соответствии с планом по реализации данной программы мероприятий дорожной карты в социальной сфере. С новой системой оплаты труда сейчас знакомятся чуть больше 30% учреждений. Остальные заключили с педагогами эффективный контракт с 2013 года. Евгения Карельна, Родион Саханько, Вестник, Северодвинска.